Международная научно-практическая конференция «Конфуцианские чтения» в РАУ стала традиционной. Расширяется география участников, количество заявленных докладов. 29 апреля стартовали третьи «Конфуцианские чтения», организованные РАУ и Чанчунским университетом при поддержке посольства Китая в Армении. Направление, тематика конференции сверхактуальна сегодня, потому что тематика китайского направления, то есть Китая ведения, Востока ведения в целом, сегодня сильно актуализирована и с точки зрения политологических исследований, и с точки зрения историко-философского осмысления. Наши молодые исследователи тоже должны быть и озадачены той проблематикой, которая сегодня рассматривается на конференции, потому что направление Востока ведения сегодня и университетов в том числе актуализировано. Вы знаете, что помимо того, что у нас уже установилось китайское направление, японское направление, японоведение, китаведение, мы открываем и Институт Востока ведения, то есть страны Передней Азии, Среднего Востока. Китай интересен тем, что мы сегодня смотрим на модели Китая, где сочетается традиционная и инновация. Значимость китайского развития, феномен китайского развития вот в сочетании традиционности и инновации. Если мы тоже сможем у себя с точки зрения развития наших социально-экономических, политических, культурно-цивилизационных концепций, будущности, развития Армении, находить эти модели сочетания, то я думаю, что успех нам гарантирует. В работе мероприятия традиционно принимают участие ученые, деятели культуры, науки и образования, молодые исследователи, представители государственных и международных общественно-политических организаций. В этом году гостями конференции стали также ведущие специалисты в области китай-ведения из Томского и Санкт-Петербургского университетов. В настоящее время, по подсчетам Ханьбань, в Российской Федерации изучают китайский язык около 40 тысяч человек. Хотя на самом деле цифра, наверное, очень сильно преуменьшена. Приведу пример. Собственно, немножко поздно мы спохватились. Сейчас на платформе национальное образование, открытое образование российское, бесплатное, все желающие могут изучать китайский язык. И был первый запуск курса 15 февраля, и вот там одновременно изучает китайский язык 14 тысяч человек. В общем-то, армянские ребята тоже могут присоединиться к следующему запуску, который состоится в сентябре. И вот уже только эти цифры наглядно демонстрируют, насколько это актуально для студентов и даже просто для людей, которые увлечены Китаем. Очень важно развивать, во-первых, связи как России с Китаем, так Армении с Китаем, и России, Китая и Армении. Вот такой треугольник, триада. Поэтому мы всячески, как я в этом году привезла нового участника преподавателя, который еще не был здесь, и мы всячески поощряем тоже наших и коллег, и студентов. Это очень важно, когда мы приезжаем на такие конференции и делимся опытом, узнаем, как в Армении ведется подготовка школьников, есть ли в школах китайский язык. Вот как раз в течение этой конференции я хочу это узнать, поделиться своим опытом, как мы ведем подготовку. И очень хороший шанс для нас. Основной целью конференции стала активизация научных исследований, посвященных вопросам развития и взаимодействия Армении и Китая, укрепление научного диалога между учеными и специалистами-синологами из разных стран. Конфуциатские чтения способствуют также культурному, образовательному, политическому и экономическому сотрудничеству между Арменией и Китаем. В Чанчуцком университете уже намечено введение армянского языка как иностранного. Это единственная такая конференция, на которой я, честно говоря, много раз присутствовала, участвовала на всяких конференциях по китайскому языку и по китайской литературе, по культуре. Но, наверное, в Российско-Армянском университете это единственная такая конференция, которая охватывает все спектры про Китай. Это, наверное, полностью можно называть конференцией по китай-ведению. Поэтому для студентов, наверное, я вижу самую главную цель или самый главный смысл такой конференции, что это можно приобрести всех желающих знать про Китай. Это не ограничивается только исковыми спектрами, только культурными. Это про экономику, политику, торговлю, религии, искусство и так далее. Я думаю, что такая возможность предоставлена всем и преподавателям, и студентам, которые просто хотели бы знать Китай и которые как потенциальные силы, резервы для развития именно отношения между нашими странами. Работа конференции проходила секционно, обсуждался широкий спектр экономических, политических, культурных тем, таких как история, геополитики современного Китая, культура и повседневность Китая в древности и в наши дни, методика преподавания и проблемы изучения китайского языка и прочее. Профессор Маслов отмечает, что понять Китай можно только путем досконального понимания его истории. Прежде всего мы обсуждаем на этих конференциях развитие культуры Востока в целом, Китай, Персия, Армения, Россия и так далее. То есть главная задача это прежде всего обсудить контакт культуры, чтобы у студентов расширялся кругозор, чтобы они могли сами осознавать, что культура и мировая культура, она взаимопроницаема, и показать тот уровень, который достигло, скажем, Востоковедния и изучения культуры и политики разных стран на сегодняшний день. То есть прежде всего мы этими конференциями создаем некую планку научного и аналитического сообщества. И вот такие вот конференции, они создают уровень профессионализма и прежде всего показывают, ну например, мы обсуждаем, каким образом могут развиваться контакты между Арменией и Китаем, между, скажем, треугольники Армении, Китая и Россия. Мы смотрим, как уровень изучения языка, уровень иностранного языка, уровень изучения культур и скором политических моделей друг друга. То есть прежде всего это не просто некое академическое обсуждение, это в том числе и некие практические советы, как научное сообщество и студенческое должно реагировать на изменения ситуации. В рамках конференции свои доклады представили также ведущие преподаватели Российско-Армянского университета. Это, пожалуй, единственное в Армении место, единственное учебное заведение, да вообще, наверное, это единственная организация, где занимаются серьезно на профессиональном уровне китайведением и японоведением. Я думаю, что для тех, кто делает первые шаги в этом направлении, мы достаточно успели, шаги наши, хоть и первые, но очень уверенные. Мы, я думаю, на верном пути и темпов сбавлять не собираемся. У нас новые планы, новые проекты. На следующий год мы проведем еще одну конференцию. Но все-таки эта конференция особенная, потому что она посвящена 20-летию РАУ, она вот эта юбилейная конференция. И я думаю, что вот она должна таковой остаться в нашей памяти. Эта конференция – одно из самых ярких событий в нашей университетской жизни. Действительно, Китай сам по себе и китайская культура – это настолько большое, интересное, многообразное явление, что и одна, и две, и множество таких конференций, они всегда будут интересны и полезны. По итогам международной конференции «Конфуцанские чтения» будет выпущен сборник представленных научных статей. Организаторы отмечают, что в ближайшем будущем планируется налаживание контактов с другими ведущими университетами Китая.